Приветствую друзья, в этом видео мы с вами посмотрим, как можно редактировать те файлы, те видеофайлы, которые мы уже записали. Как назначить различные эффекты, эффекты переходов, различные подсказки и так далее. Сейчас мы посмотрим, как это делается. Давайте откроем наш записанный файл, можно просто перетащить его в окно данной программы. Видим, что файл был добавлен, теперь мы можем приступить к его редактированию. Я всегда начинаю редактировать любой файл со вкладки аудио, потому что для начала нужно определиться, что у нас со звуком, насколько качественно был записан звук, насколько качественно был записан голос и насколько сильные шумы. Если они достаточно сильные, даже если они не очень сильные, я обычно все равно их немного приглушаю, для того, чтобы в видео совсем не было шумов по возможности. Как это сделать? Сделать это достаточно просто. Сейчас мы переходим во вкладку аудио и теперь нам необходимо увеличить какой-то фрагмент. Пользуемся вот этой панелью, пользуемся приближением и увеличиваем какой-то фрагмент нашего аудио, то есть нашей аудиодорожки. Совершенно не важно какой. Обычно я выделяю немножечко густого пространства и пространство с голосом. Но для начала мы должны включить удаление шума. После того, как мы выделили здесь данный пункт, необходимо сделать то, что я сказал ранее. Выделить какую-то область. После чего выбрать здесь чувствительность. Чувствительность будет зависеть для каждого из ваших видео по-разному. То есть для какого-то видео может хватить чувствительности в 10-15 единиц, которые здесь выставляются. Но для какого-то видео необходимо будет и 90. Все зависит от того, насколько сильные шумы и насколько сильные помехи у вас возникли при записи. Обычно я выставляю где-то около 20 с чем-то. 30. Давайте поставим. И после этого нам необходимо нажать кнопочку «Использование ручного выбора шума». Как видим, у нас поменялся здесь немножко график, поменялся цвет и поменялась вот эта вот амплитуда, которую мы видим на данном графике. Конечно же поменялся и сам звук. После применения и использования ручного выбора шума, после применения определенной чувствительности, звук здесь уже изменяется. Изменяется он потому, что идет подавление шума. Вот такими простыми действиями можно убрать фоновый шум, который возникает при любой записи, даже при записи в закрытом помещении. Но при этом хочется дать вам несколько советов. Если вы хотите, чтобы ваше аудио было без искажений, ищите золотую середину. То есть вам необходимо подавить шум, но при этом необходимо найти такую чувствительность для каждого отдельно взятого видео, чтобы ваш голос не искажался. А вам для этого необходимо выделить какой-то участок, как я здесь уже указал, и прослушивать его снова и снова, выбирая новую чувствительность, пока вы не услышите, что шум уже достаточно исчез, но при этом ваш голос еще не искажается. В любом случае, если голос уже начинает искажаться, нужно ставить чувствительность меньше. Тут уж ничего не поделаешь, придется оставить какую-то часть шума, если у вас нет возможности переписать данное видео. Но чаще всего, если это просто небольшой фоновый шум, если вы записывали в закрытом помещении, изолированном от внешнего звука, какой-то дороги, какого-то транспорта, то данное шумоподавление вам очень поможет, и звук будет звучать без сторонних факторов. Здесь также можно пробовать удалять отсечение, удалять щелчки, можно пробовать включить оптимизацию голоса под мужской или под женский. Я это также пробовал, но это особых положительных результатов мне не дало. Потому что в одном видео это вроде как даже помогает, но в другом делает очень сильные искажения, настолько сильные, что просто невозможно смотреть данное видео. Поэтому я этими всеми пунктами вообще никогда не пользуюсь. Но здесь ниже есть еще набор очень хороших кнопок, которые помогают нам в работе, в записи видео и в его редактировании. Есть кнопки уменьшить или увеличить громкость. Для того, чтобы сделать это на определенном участке, нам достаточно с помощью ползунков вот этих выделить тот участок, на котором мы хотим уменьшить или увеличить громкость и нажать данную кнопку. То есть мы видим, что с каждым нажатием данной кнопки громкость здесь будет уменьшаться. И точно так же мы можем ее вернуть на исходную позицию, либо даже повысить. А при этом мы можем также воспользоваться кнопками нарастания и затухания. Давайте посмотрим, как это выглядит. Это очень удобно использовать, если вы уже завершаете ваше видео. Допустим, вы вставляете какую-то музыку в ваше видео и хотите, чтобы она шла на угасание. Давайте обрежем здесь ненужный кусок, пустой. Для этого мы просто выделяем, нажимаем здесь вот эти вот ножницы и данный кусок у нас просто вырезается. Теперь, если мы хотим в конце сделать затухание, мы выделяем область, в которой будет затухание происходить и нажимаем здесь кнопочку затухания. И видим, что здесь звук у нас пошел на спад. А точно так же мы можем поступить и с начала видео. Обрежем здесь ненужный кусок. Выделим то начало, которое будет по нарастанию происходить и нажимаем кнопочку нарастания. Видим, что здесь у нас идет звук по нарастанию. Ну, в принципе, точно так же мы можем проделывать такие вещи и со звуком в середине нашей дорожки. Это очень удобно, если вы хотите приглушить какой-то кусок или для каких-то других ваших целей, которые уже возникнут в ходе редактирования. А еще одна очень удобная кнопка. Называется она «Приглушить». Если вы хотите убрать на вашей звуковой дорожке какую-то часть звука полностью, вам достаточно нажать кнопку «Приглушить». Конечно, вы могли бы воспользоваться кнопкой «Вырезать», но бывают случаи, когда вам необходимо оставить вот эту часть видео, но при этом звука здесь быть не должно. Поэтому вы можете очень просто это сделать при помощи кнопки «Приглушить». И, как видим, здесь звук у нас полностью исчезает. Чем удобна вкладка аудио для редактирования звука, тем, что здесь мы можем видеть графически, что происходит со звуком. То есть мы видим, где происходит нарастание, где происходит затухание, различные амплитуды и где звука полностью нет. Точно так же мы видим, когда мы говорим и когда мы молчим, где мы можем повырезать те участки, которые нам совершенно не нужны, на которых мы молчали, думали в ходе видео и так далее. Или просто ждали, пока произойдет какое-то действие и не могли объяснять видео дальше. Пожалуй, на этом мы закончим со вкладкой «Аудио», потому что здесь больше я ничего не использую. Этого вполне достаточно для того, чтобы сделать качественное аудио в вашей записи. Давайте посмотрим, какие у нас еще есть вкладки и что еще мы можем сделать при помощи данной программы. У нас еще есть такая вкладка как «Collouts». Здесь у нас, как я уже показывал, идут различные всплывающие подсказки, различные указатели, статичные, динамичные и различные области выделения. Давайте посмотрим несколько из них и посмотрим, как их можно применять. Давайте возьмем одну из статичных подсказок, например, вот такую вот область. Видим, что она сразу появляется у нас здесь в поле выноски. Мы можем ее расширить на какую-то часть видео или можем просто подвинуть. То есть очень удобно здесь на шкале сразу редактировать тот элемент, который мы видим на экране. Точно так же в «Редактирование выноски», то есть в поле предварительного просмотра, мы можем изменять размер и формат данной выноски. Допустим, нам на данном этапе нужно вставить какую-то небольшую подсказку к пользователю и сказать, что он должен сделать. Для этого мы можем, во-первых, выбрать формат, во-вторых, можем выбрать абсолютно любой необходимый нам цвет. Допустим, здесь текст будет белый и давайте напишем что-нибудь. Также мы можем, как в любом текстовом редакторе, увеличить здесь текст и видим, что здесь все теперь выглядит очень красиво. Помещаем ее на то место, на которое нам выгодно в данном случае и наша подсказка готова. Если мы нажимаем здесь или нажимаем в панели предварительного просмотра на данную подсказку, мы всегда можем здесь увидеть ее свойства. У каждой подсказки есть появление и есть исчезание. Давайте немножечко приблизим данный элемент и посмотрим, что это такое. Видим, что подсказка появляется плавно и точно так же она плавно исчезает. Мы можем задавать эти интервалы. Видим, что если мы увеличиваем появление, то на экране у нас также происходит изменение. Можно задать более длительное появление и точно такое же исчезание. То есть это мы все регулируем полностью сами. Можем также задать более резкое исчезание и появление. Тогда видим, что подсказка исчезает очень резко, без всяких переходов. Иногда это необходимо, когда нужно показать подсказку в очень ограниченное время и она просто не помещается у нас на каком-то коротком отрезке. Давайте посмотрим еще какую-нибудь подсказку. Еще какой-нибудь элемент. Возьмем, например, динамичный элемент. Очень удобная вот эта вот стрелка. Нажимаем на данную стрелку. Например, мы хотим показать, что именно в данном окне, в данной папке нам что-то нужно сделать. Мы выставляем здесь форму стрелки, ее размер. Поворачиваем так, как нам необходимо. Опять-таки здесь есть появление и исчезание. Выставляем как положено и давайте посмотрим, как происходит появление данной стрелки. Видим, что она очень плавно прорисовывается и при этом также плавно может исчезать. То есть, очень красивый эффект. Очень просто сделать такую стрелку и не надо ничего делать руками, не надо делать никаких лишних действий. Точно так же тут есть пункты подчеркивания. Давайте рассмотрим. То есть, если вы хотите уже очень так четко на чем-то акцентировать внимание ваших зрителей, вы можете это использовать. А еще у нас здесь есть различные выделения. Допустим, вы хотите закрыть какой-то кусок вашего текста. Вам нужно закрыть пароль входа в какую-то административную панель. Вам достаточно выбрать вот этот пункт. Размытие и выставить, насколько это размытие будет распространяться. То есть, видим, что здесь вроде как есть какая-то картинка, но очень четко рассмотреть мы ее не можем. Здесь в эффектах у разных вкладок есть разные свойства. И здесь, допустим, мы можем выставить степень размытия. То есть, либо максимальную, либо небольшую. Это уже зависит от ваших требований, ваших целей. Также можно делать различные выделения. Например, цветовые. То есть, если вы хотите подсветить какой-то участок, сделать на нем какой-то акцент с помощью цвета, это также очень просто сделать. Как видим, все подсказки опять-таки появляются вот здесь в поле выноски. И здесь же ими можно управлять и редактировать. А самое интересное, что можно одновременно использовать несколько элементов. Можем навести курсор вот так и выбрать еще один элемент. Видим, что одновременно у нас две выноски, которые находятся одна под другой. При этом мы можем их перемещать относительно друг друга. Все зависит только от того, что вы хотите с ними сделать и какую информацию, в какой последовательности донести до вашего зрителя. Также очень удобно совмещать такие подсказки, такие выноски с инструментом зуммирования. Давайте посмотрим, как же это выглядит. Допустим, мы хотим выделить какой-то элемент, акцентировать на нем внимание, но при этом еще и увеличить его. Давайте выберем вот такой элемент выделения. Допустим, мы хотим сделать акцент выделения данного окна, например, временной шкалы вот здесь вот. И при этом мы хотим увеличить это еще одновременно так, чтобы зритель увидел это в максимально возможном разрешении. Для этого мы переходим во вкладочку Zoom и здесь мы добавляем ключевой кадр. После этого мы увеличиваем масштаб настолько, насколько нам это необходимо. Видим также, что здесь лучше было выставить изначально данное выделение после зуммирования, потому что оно уже в масштабе немного поменялось. То есть мы лучше выставляем сначала Zoom и после этого мы выставляем инструменты выделения. Теперь, если мы перейдем немножко назад и посмотрим, как это происходит. То видим, что у нас одновременно происходит и выделение данной области и приближение. А при этом необходимо их согласовать немножко точнее. Для этого мы увеличиваем здесь данную область и давайте посмотрим, как это сделать. А видим, что Zoom у нас это вот эта часть, поэтому мы ее немножечко подвинем. Сделаем так, чтобы сначала у нас происходило зуммирование и только после этого происходило выделение. То есть в каком порядке, в какой последовательности вы это делаете, не так уж и важно. Главное, чтобы вы потом это сумели отредактировать. Теперь посмотрим, как это выглядит уже иначе. Видимо, у нас идет сначала приближение и затем зуммирование. Так, конечно же, выглядит гораздо красивее и гораздо понятнее. А заодно мы с вами рассмотрели такой инструмент, как Zoom. А точно так же, если мы хотим вернуть увеличенную область в исходное положение, мы переходим в ту часть, где хотим, чтобы это произошло. И точно так же нажимаем добавить ключевой кадр, после чего масштаб убираем до 100%. Здесь тоже подвинем немножко наше выделение и посмотрим, как это происходит. Видим, сначала исчезло выделение и затем зум стал на свои места. То есть теперь мы видим полностью весь экран, как было ранее. Очень удобно делать вот такие эффекты. А еще одна кнопка, о которой хотелось бы поговорить, это кнопка перехода. А еще одна вкладка, о которой хотелось бы поговорить, это вкладка перехода. Давайте посмотрим, как это у нас все выглядит. Давайте разделим несколько частей, то есть разделим видео на несколько частей. Для этого мы просто ставим где-то наш курсор и нажимаем кнопочку разделить. Видим, что кнопка вкладка переходов стала активна, потому что теперь есть куда вставлять переходы. Поскольку мы разделили наше цельное видео, давайте посмотрим, на две части. Вот первая часть, вот наша вторая часть. То теперь мы здесь также видим первую и вторую часть данной вкладки. Для того, чтобы назначить переход между данными частями, нам необходимо выбрать любую из данных кнопок и уже назначить переход. Вот, допустим, вот такой плавный переход, либо давайте назначим вот такой какой-то еще интересный переход, чтобы это было наглядно видно. Теперь давайте посмотрим, как это происходит. Вот такой переход, чтобы не просто резко обрывалось видео и переходило к другой части. Либо можем задать еще какой-нибудь и также попробовать. Происходит вот такое вот перелистывание. То есть вы выбираете уже здесь тот эффект, который вам больше по душе и который больше подходит для вашего видео. Я обычно выбираю градиентное стирание, потому что он самый простой и самый приятный при воспроизведении. На этом, в принципе, все. Мы наш урок заканчиваем. Мы рассмотрели основные эффекты. Теперь вы можете назначать переходы, можете увеличивать ваше видео, делать акценты на каких-то конкретных вещах, которые нужно показать пользователю. А в следующем видео мы с вами рассмотрим, как работать одновременно со слайдами и с видеофайлами.